МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врываемся в рабочий ритм новой недели вместе с каналом Регион 29. В эфире новости. С вами Михаил Меньшанин. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Ремонт школы, строительство дома культуры и обустройство центральной дороги. О чем еще жители Пинниги просили губернатора области. Их называют солнечные дети. Волею судеб они живут с синдромом Дауна. 21 марта отмечался Международный день всех, кто когда-то услышал этот вердикт врачей. Водник сыграл заключительный матч в Хабаровске, а ветераны клуба показывали мастерство на Архангельском льду. Подводим краткий итог хоккейного сезона. От ремонта школьной крыши до строительства дома культуры и обустройства центральной дороги. Эти и другие вопросы волнуют жителей поселка Пиннига. Проблематику озвучили главе региона, который побывал в районе с рабочей поездкой. Некоторые выводы в материале Марии Даник. Итак, разрешите представить старейшую в районе Пиннижскую среднюю школу, которая занимает ведущее место. 175. 175 лет исполнилось в прошлом году. Пиннижская школа первой встречает гостей Александру Цибульскому. Рассказывают о достижениях и проблемах учебного заведения. Самое серьезное – это кровля здания. Вода протекает, бывает потоками на парты, на столы, на стены. То есть, наверное, так серьезно еще? Да, да. Прямо уже менялась. А в этот год, в декабре, дождь был и поток пошла. Потому что тазики, водород, все это. Причина – недобросовестность подрядчика. Однако с него уже ничего не взять. По итогам осмотра был составлен локальный сметный расчет. Для приведения кровли в порядок необходимо более 10 миллионов рублей. На следующий год планировать, это надо сделать. Потому что сейчас уже, наверное, мы распределили все деньги. Если будут дополнительные, надо посмотреть в этом году. Если успеем, это же надо в сезонность еще поймать. Но на следующий год обязательно надо сделать. Приоритет ставить. Надо делать с удостоверенностью, потому что 70 миллионов очень большая, 10 миллионов. Ну, вместе с вами. Да, конечно, мы готовы. Я бы хотел все-таки предложить 30, не 70. Чтобы для Александра Сергеевича это была тоже приоритетная задача на следующий год. Да, давайте сделаем, конечно. Куда более серьезный масштаб преобразований ждет Пиннижский дом культуры. Сейчас он представляет собой лишь только фойе сгоревшего в 99-м году кинотеатра. Это помещение, мы его называем фойе. Все люди понимают, что такое фойе в Пинниге. То есть это концертный зал, это танцевальный зал, где занимаются кружки различные. Вот там, где идет, куда, где раньше был концертный зал. А сейчас? Он сгорел в 99-м году. Там вот выросли уже 90-м. А, где там все? Да, там все пустота. Новое здание Центра культурного развития на 216 мест администрация Пиннижского района планирует построить на месте бывшего кинотеатра. Проектная документация уже готова. Ну, я вам открою секрет. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими крупными нашими потенциальными инвесторами и с Банком Открытия. Еще с несколькими, чтобы они выступили консессионерами по финансированию этой стройки. Надеюсь, что в этом году нам надо ее начать строить. Потому что это такая будет... Это просто достойно. Аплодисменты. Давайте мы аплодисменты, когда сделаем. Поэтому тогда уже будем аплодировать. О том, что требует решения, говорили и сами жители поселка. Ремонт дорог, строительство спортивных площадок и муниципальная реформа. В декабре прошлого года стартовали публичные обсуждения инициативы главы Пиннижского района Александра Чичулина, вызвавшие у местного населения неоднозначные мнения. 24 декабря прошлого года у нас на территории Пиннижского района стартовало публичное обсуждение моей инициативы о преобразовании Пиннижского муниципального района в Пиннижский муниципальный округ. Для нас эта идея такая достаточно положительная. То есть она может положительно сказаться на кадровой ситуации в муниципальных образованиях. У нас сегодня есть глобальная проблема с поиском бухгалтеров, с поиском глав муниципальных образований. Однако недостаток информирования стен селения о муниципальной реформе не позволяет жителям сформировать свою позицию по этому вопросу. Александр Цибульский призвал собравшихся к открытому обсуждению темы преобразования для выработки консолидированного решения. Мария Даник, Евгений Зыков, Александр Кузнецов, Регион 29. Ситуация с вывозом мусора на левом берегу доставила жителям немало хлопот. Подрядчик, который занимался уборкой ТКО, до 18 марта начал демонтаж баков, не уведомив администрацию города. Такая самодеятельность могла обернуться коллапсом. Однако буквально за пару суток в Высокогорском и Цегламенском округах регоператор смог установить 200 новых евроконтейнеров. Для своевременного вывоза мусора на маршруты вышло 5 машин. Ситуацию на контроль взяли в региональном министерстве ЛПК. С предыдущим подрядчиком, вероятно, будут вести претензионную работу. Впереди большая работа по обустройству современных контейнерных площадок в левобережных районах. В Няндамском районе наградили победителей всероссийского конкурса «Лучший эко-волонтерский отряд». От организаторов добровольцам вручили дипломы и статуэтку. От группы компании «Титан» новую форму. Юные волонтеры шалакурского подразделения «Отряд Люба Зелена» признан лучшим в номинации «Эко-молодость». Ребята опередили сотни добровольческих объединений. В 2020 году на конкурс поступило свыше тысячи заявок из 78 регионов страны. Отряд «Люба Зелена» появился в августе. В него вошли ученики и выпускники шалакурской школы. За короткий срок сделано немало. Уборка мусора, собрано полторы тонны, лесовосстановление. Ребята помогли высаживать 75 тысяч саженцев ели. Подарок от группы компании «Титан», «Бомберы» и «Толстовки». Холдинг подшил одежду в корпоративных цветах и с официальным логотипом отряда. На эмблеме саженец в руках как символ созидательной работы добровольцев. В холдинге надеются, что в этом году отряд «Люба Зелена» продолжит помогать природе и станет заразительным примером для других школьников региона. Они с удовольствием познают мир и делают успехи порой в не меньшее, чем обычные сверстники. Мы называем таких ребят «солнечные дети», а на официальном языке медицины речь идет о синдроме Дауна. Накануне отмечался Международный день всех, кто когда-то услышал этот вердикт врачей. Но истории наших земляков подтверждают, если не можешь изменить ситуацию, то поменяй свое отношение к ней. Убедилась Кристина Грищенко. Почему, что повлияло и как теперь быть? Эти вопросы родители солнечных деток часто слышат. Оно и понятно. Общество до сих пор привзято относится к всеми синдрома Дауна. Молодой отец Джон Кондратов познал-то сполна. Принятие, преодоление – постоянный поиск ответов. Но, как говорит Джон, самое главное – уйти от условностей и просто жить. Что делать родителям, когда они столкнулись с таким диагнозом? Это, конечно же, горе, беда. Я на своем опыте могу сказать то, что я пытался найти чудодейственную таблетку, которую дашь своему ребенку, и он станет такой, как обычно. Но в скором времени я понял, что такой таблетки не существует. И необходимо максимально любви, энергии и позитива вкладывать в своего ребенка, чтобы после того, как он вырастет, он уже был максимально социализирован так же, как и обычные дети. С рождением сына Родиона мироощущение родителей поменялось. Так что-то теперь видят все окружающие. Джон уже пять лет занимается благотворительностью, помогает солнечным деткам. И главное – их мамам и папам. Походы в кино, в театр, на выставке – просто теплые встречи, где негласный девиз – ты не один. Ну, это, конечно, очень тяжело, а реагировать, ну, это на поддержку вот таких же, искать мамочек. Вместе, конечно, это проще, когда они все одинаковые между собой, свой мир у них. Анна Горошнева – одна из тех, кто на связи с родителями постоянно. Она сама мама особенного ребенка, а еще профессиональный нейропсихолог. На примере своей семьи доказывает – синдром Дауна – это не приговор, а чуть больше ответственность за воспитание. О, Лиза очень плотный график у нас. Она посещает театральную студию при «Время добра». Она посещает танцы с обычными драматипичными девочками, рассинки. Плюс у нее коррекционная работа до сих пор длится. Вот, мы постоянно посещаем какие-нибудь выставки, ходим в театры, в кино. То есть, мы ничем не ограничены. Лизе девять. Она ходит в школу, занимается актерским мастерством и танцами. Любит модничать, красить ногти и, как и любая девочка, имеет толпу поклонников. Ну и как же ребенок и без мечты? Лиза уже сейчас знает, кем хочет быть в будущем. К врачу. А почему? Я всех лечу. Синдромы, диагнозы – ситуация, которую не изменить, но можно поменять свое отношение к ней. И наши герои своим примером это доказывают. Вся ограничения, они внутри нас, а вокруг удивительный мир, который ждет, что эти детки познают его с самой яркой стороны. Кристина Грищенко, Ольга Красулина, Регион 29. Вновь увидеть, как забивают Гапанович и Абухов. А в воротах мяч за мячом отражает Илья Скандаев. Смогли поклонники хоккея с мячом. В областном центре прошел турнир ветеранов памяти почетного гражданина Архангельска Николая Парфенова. В течение трех дней шесть команд боролись за медали. Кому же они достались, узнаем прямо сейчас. Последний раз эти команды встречались больше 18 лет назад. И составы тогда были очень похожи. Теперь уже ветераны Архангельского водника и Северодвинского севера вновь сошлись в дерби региона. В этой команде выходили ребята. Капитан команды Василий Глебов, Сергей Щукин, Алексей Аршинов. Я с этими ребятами начинал свой хоккейный путь в Северодвинске, когда после армии пришел в команду, попал в север. И вот с этими ребятами вместе играл. Они были старшими. Можно сказать, что они были моими наставниками. Такой матч стал возможным благодаря ветеранскому турниру памяти почетного гражданина Архангельска и легенды хоккея с мячом Николая Парфенова. Всего он собрал шесть команд в составах. Каждый из них именитые ныне тренеры, а в прошлом игроки, ковавшие славу своим клубом на льду. Ощущения очень приятные, хорошие. Увидался очень со многими, с кем давно-давно не виделись. Потому что мне уже седьмой десяток. Но до сих пор как бы играем в строю и потихонечку. Но, к сожалению, проиграли. Но думаем, что будем тренироваться до следующих сезонов. На этих играх результат отдельных матчей уходил на второй план. Главное – это показать молодежи мэтров русского хоккея. К примеру, на матче «Открытие» побывала команда «Водник» 2009 года рождения. Ребята 2009 года могут поочию увидеть все то непропавшее мастерство наших великих спортсменов, хоккеистов, которые 25 лет назад сотворили историю для многотысячной болельческой армии города Архангельска и Архангельской области. Но если молодежь могла оценить мастерство ветеранов, то для болельщиков на трибунах увидеть золотой состав любимой команды – ни с чем не сравнимая ностальгия. К сожалению, пока из-за непростой пневмологической ситуации болельщиков нельзя допускать на соревнованиях в закрытых помещениях. Поэтому здесь раздолье только на открытых помещениях. И вот «Водник», и такие турниры, они дарят болельщикам настоящий азарт. И вот эту веру в то, что скоро спорт будет открыт. Ну а пока легенды русского хоккея закрыли вопрос, кто же из них до сих пор больше достоин золотых медалей. Победу в турнире забрали ветераны Архангельского «Водника», которые в решающем поединке уверенно переиграли ветеранов-строителя. 6-0. Ну а главная команда Архангельского «Водника» тем временем заняла четвертое место в чемпионате страны по хоккею с мячом. В ответ на игре бронзовой серии «Желто-зеленые» уступили клубу «Сканевтянник». Встречу в Хабаровске «Водники» начали очень активно, завладев инициативой и создав несколько хороших моментов. Но забить не смогли, а в обороне допустили несколько провалов, которыми воспользовались дальневосточники. Итого 3-0 к концу первого тайма. Вторую половину «Желто-зеленые» провели в собране, однако отыграться уже не получилось. Итог матча 4-2. Бронзовые медали достаются хабаровским армейцам. Добавим, чемпионом России в этом году стал красноярский «Енисей», переигравший в финале «Московская Динамо» с тем же счетом 4-2. С таких новостей началась эта неделя. Итоги ее первого дня подведем в 19 часов. Ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова